МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За несколько дней до оккупации городка немецкие самолеты неоднократно бомбили железнодорожную станцию этого небольшого районного центра. А 9 июля 1941 года с ревом моторов и лязгом танковых гусениц в город пришла новая власть. А что вы знаете о событиях, которые происходили в нашем городе-городке во время Великой Отечественной войны? При новом порядке в городке закрыли школы. На окраине города немцы устроили еврейское гетто, куда согнали около 2000 человек. Технику механизации сельского хозяйства был превращен в лагерь для военнопленных. Там были замучены и убиты более 500 военнопленных. Повсюду стояли виселицы. Для устрашения в январе 43-го на Центральной площади в течение трех суток висели тела нескольких десятков человек. В урочище Воробьевых горы происходило расправа с патриотами. За время оккупации в районе Воробьевых гор было расстреляно около 4,5 тысяч человек. 905 дней страха, унижений, лишений и голода. Тысячи оборванных жизней и разрушенных судеб. Десятки сожженных деревьев. Вот об этом рассказывают эти центральные экспонаты школьного музея. Мы еще занимаемся и поисковой деятельностью. Конечно, это осуществить в наше время достаточно сложно, но бывают факты, когда мы можем оказать помощь людям в поиске их родственников. Вот недавно к нам обратилась женщина из Луганской области. Она попросила отыскать могилу ее отца. И у них были только сведения о том, что ее отец был перезахоронен в Новоболицке. Могилу мы нашли и предоставили эту информацию женщине. Она была очень благодарна. Школьный музей – это дверь в историю. Историю, которая стала болью и гордостью городокской земли. Тут предоставлена только основная информация. Ну и мы еще стараемся находить какую-то дополнительную, чтобы расширять знания о истории городокщины. Дети наши с удовольствием посещают музей. Причем каждый класс он посещает наш музей неоднократно. И они, понимаете, с таким воодушевлением слушают, внимают этой информации, что даже становится, ну, такое чувство гордости возникает за наших детей, что они интересуются, и им это интересно и важно. В работе городокской школы номер один «История Великой Отечественной» занимает особое место. Здесь не просто чтят памятные даты и имена героев. Здесь есть потребность знать больше и о том тяжком времени, и о людях, которых самоотверженно защищали эту землю. Ведь городокский край стал своеобразным трамплином для освобождения всей Беларуси от фашистских захватчиков. То есть был положен за дел. Действительно, была освобождена большая территория Витебской области, городокского района, которая впоследствии позволила накопить силы и совершить решающий рывок именно о освобождении Беларуси в 44-м году. В декабре 1943 года советские войска, теснившие фашистов к западной границе, стояли на подступах небольшого белорусского города Городок, важной железнодорожной станции на линии Невель-Витебск. К этому времени Невель уже был наш, что позволило разорвать коммуникации между немецкими группами армий «Север» и «Центр». А в результате проведения первого этапа городокской операции, которая началась 13 декабря, удалось срезать езерищенский выступ и широким клином врезаться в линию обороны врага. Но фашисты не собирались мириться с таким положением дел. В районе городка они собрали мощные силы и превратили этот населенный пункт в неприступную крепость, перекрыв нашей армией дорогу на Витебск. В ноябре месяце 1943 года была предпринята попытка, можно сказать, первая попытка освобождения городка частями 24-й танковой бригады. Перед ними была поставлена задача именно провести разведку боя в районе городка. Однако в итоге этого боя полностью овладеть городом не получилось, так как у немцев все-таки находилось в окружении и вблизи городка серьезные части подкрепления, и поэтому танкисты вынуждены были отойти на первоначальные рубежи. Вечером, 17 ноября, мне вызвал к себе командир танковой бригады. Вам, говорит товарищ Матвеев, со своим взводом и танкистами необходимо провести разведку боя. Разместившись на трех танках, мы на полном ходу ночью двинулись в городок. Наши десантники вели постоянно огонь, а в свете фар мы видели, как немцы бегают в панике. Если у нас было чуть больше, мы бы взяли городок сходу и сразу. Пока немцы соображали, что происходит, мы уже развернулись и двинулись обратно. На обратном пути, на крайне городка, мы попали под перекрестную огонь. Из трех машин вернулась только одна в части. А я был ранен. Добрался до домика на крайне городка. «Спасибо, хозяин. Никогда тебя не забуду. Спас меня». Потом пытался добраться до своих по льду озера, но провалился. Опять же, местные жители помогли. Они обогрели меня, кормили. А когда прядили немцы, они меня прятали. В общем, в тылу врага я провел 3-4 дня. И когда освободили городок, я нашел свою 24-ю танковую бригаду и командир рассказал все, как было. После освобождения поселка Езерище городок для противников уже имел не только стратегическое, но и психологическое значение. И хотя оперативная инициатива была вырвана у врага, взять сходу этот населенный пункт нашим войскам не удалось. Командующий Первым прибалтийским фронтом Иван Христофорович Багромян в своих воспоминаниях отмечал. Тем не менее, в полной мере ожидаемых успехов мы не достигли. Городок не был взят. Оказался под угрозой срыва наш замысел на окружении основных вражеских сил, оборонявшихся на его подступах. Противник умело маневрировал и упорно сопротивлялся. Дело осложнилось также необходимостью вывести из боя первый танковый корпус. Выявились, к сожалению, и недостатки в управлении войсками. Для генерала армии Багромяна городокская наступательная операция была первой, в которой он действовал в ранге командующего войсками фронта. Поэтому для него было очень важного, что бы то ни стало, добиться успеха. Для прорыва к городку он выбрал 11-ю армию, которой руководил еще под Курском. Руководство частями и соединениями он поручил проявившим себя в боях опытным командиром. Сыном легендарного ночдива Василия Ивановича Чапаева мне довелось встретиться во время городокской операции. Александр Васильевич прибыл на 1-й Прибалтийский фронт командиром 64-й артиллерийской бригады, которой было приказано за ночь переместиться в новый район. Поездить шли тяжелые. Чапаев сразу показал на карте командиров полков места их огневых позиций под городком. Но вскоре выяснилось, что болотистая почва не промерзла. Тяжелые пушки, гаубицы и тягачи проваливаются. Артуготовка запланирована на утро, а полки все еще в пути. Нужно было срочно что-то делать. И Чапаев сам поехал на место. В темноте, под снегом. Он быстро отыскал проселочные дороги и вывел колонну в район огневых позиций. Офицеры потом удивлялись, как он мог так сходу отыскать и хорошие огневые позиции, и подъездные пути к ним. Они не знали, что их новый комбриг все промерил здесь собственными ногами в июне 41-го. Но тогда мы отступали. А теперь наступаем. Во время изучения истории освобождения края от немецко-фашистских захватчиков, участники научно-исследовательской работы первой городокской школы установили и доказали еще ряд малоизвестных и интересных фактов. К примеру, в 2016-2017 годах мы с моим учащимся, Корольковым Алексеем, на тот момент он был в 10-м классе, занимались исследованием проблемы, связанной с именем Моресева Алексея Петровича, в которой были слухи, были предположения, что он мог принимать участие по защите гордовского неба. И мы это подтвердили, доказали документально, в том числе случайно обнаружили данные, сохранившиеся с 1975 года, воспоминания жителей деревни, которых сейчас нет. И благодаря вот этим воспоминаниям, которые случайно сохранились, мы сделали предположение, что Алексей Петрович Моресев мог приземляться и взлетать с аэродрома в урочище Сеченки, расположенного между деревнями Вышитки и Смоловка. И потом, обратясь в архив центральный в России, мы документально все-таки это подтвердили. Надо сказать, что успех городокской операции во многом был обеспечен мужеством, стойкостью и находчивостью простых солдат. Их смекалкой восхищались даже враги. Немецкий генерал Фридрих фон Милентин, говоря о советском войне, отмечал. Для него просто не существует естественных препятствий. В непроходимом лесу, болотах и топях, в бездорожной степи всюду он чувствует себя, как дома. За короткое время русские строят многокилометровые гати через непроходимые болота. Именно так. На рассвете 24 декабря 1943 года советские танки, переправившись через непроходимое болото, неожиданно для врага вышли к городку. Ранним утром, после часовой артподготовки, соединения 11-й гвардейской и 43-й армии перешли в наступление. С севера в город прорвались танки 2-й гвардейской танковой бригады, а с запада и востока части 8-го и 16-го гвардейских корпусов 11-й гвардейской армии. К полудню остатки вражеского гарнизона отступили в сторону Витебска. Городок был освобожден. Дебют командующего 1-м Прибалтийским фронтом генерала армии Ивана Христофоровича Баграмяна прошел успешно и был высоко оценен ставкой. 24 декабря Москва салютовала освободителям городка 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий. В дальнейшем операция продолжилась до 31 декабря, однако красноармейцы вплотную подошли к линии обороны немцев, которая была подготовлена немножко южнее городка, и на этом наступательная операция завершилась. То есть 31 декабря завершилась городокская наступательная операция, которая позволила в будущем уже году освободить территорию Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В школьном музее теме освобождения городка отведено отдельное особое место. Кроме того, это событие навсегда связало городокщину с именем легендарного маршала. Незабываемой страничкой из истории нашего музея являются встречи с внуком Ивана Христофоровича Баграмяна Иваном Сергеевичем. Он неоднократно приезжал в наш городок и обязательно посещает наш музей боевой славы. Дорогой ценой была завоевана эта победа. За период оккупации и освободения городка погибли более 28 тысяч человек. На территории района похоронены около 19 тысяч воинов и партизан. Сожжены 183 деревни, 35 из них так и не возродились. Тихомирные годы идуть и идуть, али засталися войны успамины. Николи мы не забудем, за усёды памятать будем фашистские адроты, знамёны и родных героев имён. Тых, что житё отдавали за нас, за тебе, за меня, не боялися, не кричали, глядели в очи бяди, эмоцно стояли на местце, трымали гранаты уродцы и зьёю помирай. За нас, за тебе, за меня. Субтитры создавал DimaTorzok